Во Владивостоке состоялось открытие таежного фестиваля, сделанного в Приморье осенней истории, на пешеходной площадке улицы Адмирала Фокина. Гости могут не только отведать таежные блюда на гастрономической улице, но и увидеть танец шамана, отправить открытки друзьям и купить продукцию таежных промыслов. У нас были производители сельхозпродукции, которые не могли или не могут торговать с магазинами, которые физически не могут выезжать, привозить на ярмарки, участвовать, и это дорого. То есть мы придумали для них точку такую, сначала ярмарочную в центре города, где они могут представить продукцию собственного производства жителям самого большого города края. Это первое. Потом у нас пандемия пришла, когда рестораны были закрыты, и рестораторы не слили огромные убытки и стояли на грани закрытия и разорения. Мы сделали, потестили формат гастро улицы, где они могли все-таки торговать, потому что это на открытом воздухе. Потом к нам присоединились мастера, которые 10 лет уже обивали пороги края, потому что, по сути, это же самозанятые, режима такого не было. И это была незаконная предпринимательская деятельность, их везде выгоняли. Они не могли торговать, открыто показывать свои работы. Появился новый режим, и мы им дали постоянную площадку, где они могут представить свои работы. А это же очень полезная история, потому что это туристическая, это сувениры. И в каждом туристическом городе, а мы, несомненно, такой город, должна быть своя площадка постоянная. И она появилась, и их становится больше, то есть сейчас уже порядка 30 человек, но в целом это целая ассоциация уже сообщества. И они говорят, что площадка уже известна, и при открытии границ сюда и туристы пойдут. В этом году особенностью фестиваля стал монолог тайги. Гости праздника смогут услышать лесные легенды, история о таежных дарах и о морском тигре, а также попробовать таежные блюда, которые на время фестиваля ввели в меню участники фудкорта «Влади Фудстрит». Бау с папоротником и тофу, круассан с жимолостью, таежную панакоту, грузинские пончики с клюквенным соусом, папоротник с гребешком и сельдереем, бургер с ягодным соусом и ближний восточный салат с ягодной заправкой. Это была просто стоянка машин в центре города, вот эта, конкретно улица. А там был пустырь с голубями. Ну и сейчас посмотрите, насколько это уютное пространство. То есть синергия, она произошла. Гости фестиваля всех возрастов могут посетить бесплатные кулинарные мастер-классы от школы Дальневосточной кухни. Сегодня у нас таежная гастрошкола начинается. Мы будем готовить ссобус с папоротником оленем. А для кого она? Ну это будут мастер-классы. То есть люди будут учиться готовить таежные блюда. Таежная ярмарка и таежный фудкорт будут работать ежедневно до 3 октября. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.